В России есть две реки, которые носят название Нерль, и каждая берет свое начало в Переславском районе Ярославской области. Одна река Нерль, ее называют Волжской, начинается в озере Сомнино и течет по Ярославской и Тверской областям. Эта Нерль впадает в Волгу, как первый ее приток. Другая Нерль Клязьминская протекает по Ярославской, Ивановской и Владимирской областям и впадает в Клязьму возле Боголюбова, как ее левый приток. Откуда же пошло название этой реки? Как есть две реки, так есть и две версии. Известный ученый в области топонимии Василий Бондолетов пишет о том, что название Нерль восходит к балтийским языкам. Однако при этом лингвист не указывает, какое значение могло иметь это исконное слово и каким образом могло появиться название балтийского происхождения в центре России. Более правдоподобной представляется версия о финно-угорском характере названия реки. Так, есть мнение, что Нер-Нур-Нор-Нюр в финно-угорском языке означало болото, заболоченное озеро. Действительно, исток Нерли находится в болотах Переславского района Ярославской области. Эта версия объясняет и тот факт, что есть еще река с подобным названием, ведь имя несло в себе определенную смысловую нагрузку, указать на характер местности, которая в разных районах может быть сходной. В Говорах Владимирской области существительная краснушка может употребляться для обозначения подосиновика. Подосиновик – съедобный трубчатый гриб с красно-желтой шляпкой. Очевидно, что для жителей области при названии грибов важным оказывается цвет шляпки гриба. Не случайно для обозначения подосиновика используются и другие слова с корнем красным. Красноголовик, красношляпник, красныш. Краснушкой могут называть не только подосиновик, но и сыроежку, и рыжик, то есть грибы, у которых красная шляпка. Таким образом, название краснушка указывает на цвет шляпки гриба. Поймал три карася или трех карасей. Числительные в русском языке могут указывать на одушевленность или неодушевленность тех существительных, с которыми они сочетаются. Из количественных числительных на одушевленность указывают только слова 2, 3 и 4. При сочетании с одушевленными существительными, винительный падеж этих числительных совпадает с родительным падежом, а с неодушевленными – с именительным падежом. Поэтому правильно будет говорить «видел три картины, но трех подруг». Непоследовательность указания числительными на одушевленность существительного проявляется в том, что другие числительные не обладают такими возможностями, поэтому формы числительных различаться не будут. «Видел семь книг и семь дельфинов». Кроме того, отмечается, что при сочетании с одушевленными существительными женского рода, но не людей, возможно употребление обеих форм винительного падежа, нарисовал две птички и двух птичек. Указание на одушевленность существительных мужского рода обычно является регулярным. Таким образом, следует говорить «поймал трех карасей». Дауншифтинг – это жизненная философия, предполагающая отказ от успешной карьеры и большой зарплаты ради жизни для себя. Проще говоря, дауншифтинг – это когда человек все бросает и начинает жить заново, здесь и сейчас, радуясь каждому дню и не думая о том, что надо к пенсии насобирать миллион рублей. Иметь подушку безопасности, дать детям престижное образование и менять машину каждые три года. Жить для себя, любить себя, слушать и выполнять свои желания, не прислушиваясь к мнению окружающих. Дауншифтер переводится как «человек, меняющийся ниже, ухудшающий условия, скорость или темп». Стихотворение Амара Хаяма «Кто понял, жизнь, тот больше не спешит» полностью отражает идеологию направления. Амара Хаяма «Кто понял, жизнь, тот больше не спешит» полностью отражает идеологию направления. Продолжение следует...